Всем привет, ребята! Ты чё, мёрнешь что ли? Я на геликсе смотрел. Короче, мы сейчас идём в посольство Кореи. Сейчас хотел сказать России, потому что передо мной здесь Россия сегодня. Короче, мы идём в посольство, нам нужно до 12 успеть, а время сейчас уже как бы начало 12. Не знаю, успеем мы или нет. Мы на метро до сюда доехали, а посольство ещё в таком месте находится, чуть-чуть неудобно. Туда пешочком нужно минут 10 идти. И вот мы сейчас идём на улице. Видите, снег мокрый идёт, сыро, холодно, но всё равно идти нужно. В самом посольстве снимать нельзя, потому что нужно будет сдать себе телефон и технику. И я вам снаружи покажу, как выглядит посольство. Не холодно тебе? Прохланицу. Уши закрой, и вообще шапочку нужно. А у меня капюшон такой непробиваемый. Вот у нас какая погода сегодня, видите? Вчера выпало очень много снега тоже. Но на улице холодно очень, у меня руки прям мёжут, когда я хожу. Вот оно, посольство Кореи. Аккуратно. Сейчас мы туда пойдём. Оно интересное, очень красивое издание. Вот отсюда, ваше, по-моему. Что отсюда? В смысле вход. А, да. Вход там, да. Необычно. Да. А внутри прям как будто бы кусочек Кореи. Всё, мы заходим. Всё, мы только что вышли. Я пошла, сдала документы на Каролинину визу. Это очень круто. Сейчас мне нужно будет созвониться с Сержем. Если что, мы состыкуемся и пообедаем вместе здесь где-нибудь в центре. Вообще, мы изначально хотели поехать в Блокстар Бургер, потому что у них там конкурс. Разыгрывают квартиру. Будем хайповать, да, вместе с Тимати. Давай, можно приходить уже, нет? Да, пока. Солнышко вышло. Вот оно, посольство. Настроение крутое. Всё будет готово 15 марта. То есть мне ещё нужно будет сюда 15 приехать. Все нормальные люди сначала делают документы, а потом билеты покупают. А мы вообще забыли про эту визу и купили билеты. Хорошо, что взяли пораньше. Если ты своим ходом будешь добираться. Так, давай сейчас с Сержем тогда созвонимся, если что. Поедем обедать вместе, если он где-нибудь здесь недалеко обитает. Мы, оказывается, не по той стороне пошли. Короче, нет, мы вообще изначально по той стороне пошли, но мы созвонили с Сержем, и он сказал, что не может. Потому что он работает, и вырваться на обед он не сможет. А он что, голодать будет, что ли? Ну, я сказала, там где-нибудь в кафешке пусть поближе на подержи поезд. Ну, так работает сильно, в смысле. Без обеда дальше? Ну, у него часто бывает, что времени даже на обед не бывает. Но я ему сказала, пусть он где-нибудь тогда сам пообедает. А мы сейчас с Антоном поедем. Здесь, в принципе, недалеко. Блокстар. Бургер. Я, кстати, давно уже бургеры эти не ела, блокстаровские. А потом уже поедем домой, наверное, после этого. Потому что мне еще кучу дел нужно будет переделать. Ну, хорошо, что мы успели. А то я думала, что опоздаем. Притык практически, приехали. Но все нормально. Еще знаете, какая ситуация? Консульский сбор 120 долларов, кстати говоря. Даже если вам визу не дадут, откажут. Консульский сбор никогда не возвращается. И он такой, парнишка там принимал у меня. Говорит, 120 долларов. Я ему раздаю. И он потом на чей-то телефон звонок ответил. Заканчивает, говорит, 120 долларов. Я говорю, так я же вам дала. Когда это, говорит. Поискал, поискал. Говорит, а, ну да. Вот. Все заполнила у нас бабушка. А я только послакала. Здесь капец долгие светофоры. Ну, в принципе, они везде такие. Ну, здесь такой странный светофор. В принципе, не ездят машины. Но мы же не нарушители. Мы зашли в метро. И здесь очень такой крутой спуск. Я первый раз вообще, знаете, мне так страшно было. Потому что я не видела конца. Но сейчас я уже привыкла. Одна из моих любимых станций метро в Москве. Это Арбатская. Она такая красивая. Здесь люстры очень красивые. Мы уже пришли в Блэк Стар. И заказали бургеры. Короче говоря, мы заказали один бургер, который позволяет принять участие в конкурсе на хату. Хайп они вместе с Тимоти. И еще один бургер взяли, при покупке которого нам дают футболку. Покажи футболку. Со львом. Там было три. И Антон решил взять со львом. Была еще с котенком и с какой-то надписью. Да. И вон там нужно будет забирать наш заказ. Сегодня, видите, так как еще рано, людей очень мало. Слышь час дня. Мы в прошлый раз, когда приходили, это было летом. Здесь вообще не пробиться было. Полтора часа только в очереди нужно было стоять. Фанцузка шел за заказом нашим. Быть может, все готово. Что, готово все? Давай. А где 2XL и где этот, который кандидат? Не знаю, сейчас разберемся. Слушай, мы тот на черной булочке брали кандидат. Значит, он мой... Блин, какой огромный бургер. Вот, представляете? Свежачок. А, вот он, это 2XL. Здесь двойная котлета. Я не смогу такую съесть, так что давай, меняемся. У тебя тоже 2 котлеты? Более. Сейчас я посмотрю. Это картошка при с чем-то. Чем ты ее взял? Ну, просто картошка при. Нет, здесь одна котлета. Все правильно, я продырявила свою булочку. Отлично, сейчас будем есть. А кофе ты выбрал какой? Капучино, да? Ну и отлично. Что, приятного аппетита? Здесь очень громко музыка играет. Перчатки как тропа. Да, и слушай, этот у тебя флажочек. А, у тебя флажочек на 2XL. Понятно. А 8 флажочек. Смотрите, сколько людей привалило сразу. Спецподготовка. Мы, короче, поели. Я ужасно наела. И Антон забыл здесь сахар, короче говоря, для кофе. А второй раз ему лень было ходить. И знаете, я попробовала капучино без сахара. Все же тега пьют. И сахар изоланцы, не, вообще как возможно. Оно же такое горькое. Оказывается, вкус прикольный. Это вкус и колокольчик. Хороший кофе. Сейчас мы здесь немножко посетим, а потом уже поедем. Да? Улаживаю. Может, прогуляемся здесь, но погода вообще не располагается, куда сходить. Мы с Антоном тут думаем, взять ли мороженое или нет. Просто мороженое у них такое, ну как бы, не айсовое. Оно красивое, но невкусное. Не знаю, мне не понравилось. Ты прям на любителя? Нет, на любителя. Просто если мармелад, то он в камень превращается. Его прогрысить невозможно. А если само мороженое, оно все потом падает, все течет. Мне не понравилось вот именно в этом плане. И мы с Антоном друг друга спрашиваем, будешь мороженым, будешь мороженым? Я говорю, я хочу его взять, но есть я его не буду. Пойдем для фоток возьмем. Все, пойдем. До свидания. Всем привет. Мы уже дома давным-давно. И сейчас уже без 29. Серж решил сделать какие-то ириски очень вкусные, да? По какому-то супер-рецепту. Мы еще пока сами не знаем, что тут. Ну, я сама еще не поняла, что это конкретно такое. Но пахнет очень вкусно. Каролина здесь бегает, мешает всем. Каролина выучила стихотворение на 8 марта. Ну-ка. Девочки и мальчики, давайте вместе с вами. Спасибо, скажем маме. Спасибо, скажем маме. Спасибо. Други рассказывала сегодня. Сегодня не было репетиции? А? Все, Серж сделал. Во-первых, это карамель он сделал. И ириски. Но они еще должны остыть. И застыть. Аккуратненько поливай. И Каролина карамель ест. Мы купили бисквит от торта. Серж я и нарезал. С клубничкой ест. Ага. И еще и взбитых сливок не хватает. Забыли их купить. Ну и как тебе вкусно? Я сама не вкусно. Ты сливка. Ага. Я сегодня так устала. Ну, во-первых, потому что я все-таки болею. Но сегодня мне не удалось поболеть. Мне пришлось делать дела. Причем их достаточно было много. Я приехала еще домой. Еще делала свои личные поделала. Вот. А я уже вчера и сегодня пользовалась вот этими штуками от чистой линии. Вот этот, который 5 в 1. Гель-скраб-маска. Вот он мне понравился тем, что его, во-первых, можно просто как гель, да, использовать, нанести на влажное лицо. Можно как скраб им массировать. И можно как маску на 3-5 минут оставить на лице. Такое универсальное средство. Он немножечко сероватого оттенка, прям вот как маска. Но скрабирующие частички у него нежные. Так что вот этим средством я довольна. А вот это, это просто такой легкий очищающий гель для умывания. И в принципе все. То есть он густой по консистенции и очень экономичный. Буквально там горошинку и все. То есть все лицо можно будет умыть экономично. Ну и в принципе упаковочка тоже такая маленькая, удобная. Это мне понравилось. Вот. И если кто вдруг еще не знает, то в прошлом влоге я устроила конкурс на вот эти вот два средства от чистой линии. Это BB-клеп и вот это скраб-маска. Так что обязательно принимайте участие. Потому что это будет международный конкурс. И он очень быстрый будет. То есть уже где-то через два дня в следующих влогах я буду оглашать результаты конкурса. А сейчас я пойду отдыхать уже. Потому что мне нужно будет отлежаться и наконец-то выздороветь. Дело потому, что очень много и нужно будет успеть все до отлета. И завтра мне нужно будет снять еще видео на основной канал. Для того, чтобы рассказать вам все вообще абсолютно, все подробности. И мне еще в комментариях написали о том, что хотели бы видеть видео на эту тему на этом канале. Здесь на этом канале влоги. То есть во влогах я вам какую-то информацию рассказываю. Но там у меня больше все равно стационарные видео присутствуют. Так что все-таки стационарные видео будут там. Ну, стационарные это, так называю, говорящую голову. И также еще мне в комментариях написали, типа у меня же есть тот канал. Могу там на косметике разговаривать. Хочу сказать, что, ну, во-первых, тот канал, он не бьюти-канал. Я себя никогда не позиционировала как бьюти-блогер. Поэтому я не буду рассказывать только о косметике там на том канале. Или только о косметике здесь на этом канале. Те, кто приблизительно понимает вообще представление, имеют о том моем канале. Те зрители знают, что там у меня и DIY, и лайфхаки, и личный дневник был раньше. Он скоро вернется, наверное, не знаю, мне кажется просто, что это уже вам не интересно. И на этом канале я просто показываю тем, что я пользуюсь, что я пробую, и все. То есть таких полноценных бьюти-обзоров у меня, в принципе, по сути, никогда и не было. Нет, на самом деле были, когда я только начинала вести тут свой первый канал. Но они быстренько потом исчезли. Вот как-то так. И увидимся с вами завтра. Вы не болейте. Пишите в комментариях, чем вы занимались на своих выходных. Мне будет очень интересно почитать. И обязательно поставьте лайк под этим влогом, если он вам понравился. Давайте поднимем немножечко активность. И посмотрите предыдущие влоги, если вы их попустили. Всем пока!